я приветствую всех кто сегодня вместе с нами мы начинаем наш лекторий разговор с экспертом от экосистемы школ наши пенаты которая сейчас называется международная школа смешанного обучения и школы олимп плюс и сегодня у нас гостях игорь моисеевич чепковский добрый вечер игорь моисеевич добрый вечер светлана и всем участникам добрый вечер я надеюсь он пройдет наш вечер надеюсь что он пройдет хорошо я вспоминаю что ваш центр существует уже 30 лет и я очень благодарна что вы смогли сегодня найти время для того чтобы к нам с нами поговорить потому что если бы не вы такие люди как вы 30 лет назад не начали бы не забрали бы своих детей из школ то сегодня в экосистеме не было бы восьми тысяч учеников и многие другие родители возможно не имели бы такой прекрасной возможности учить своих детей с радостью и удовольствием наверно так да для меня это очень ценная встреча и важная хорошо ну действительно больше чем 30 лет мы сами начинали мы это я и моя супруга Валентина Григорьевна вот в 86 году на самом деле начали а 30 лет назад мы уже начали делиться своим опытом который нас просто привел восторг тем какие хорошие результаты может достичь на семейной форме обучения ну в особых условиях мы конечно это все делали вместе с моей супругой Валентина Григорьевна Добрый вечер Валентина Григорьевна спасибо что вы тоже сегодня смогли к нам присоединиться ну так я столько лет уже вместе вот я помню что было время когда вот я начинала свою дочь учить и никаких ресурсов кроме вашего сайта не было и я думаю я просто не представляю как бы я обошлась и как бы я узнавала о семейном образовании если бы не ваши статьи если бы не то общение на форуме которое было у вас и я так понимаю до сих пор продолжается мы потом дадим на него ссылку да наш сайт familyeducation.ru вот familyeducation одним словом милости просим на наш сайт мы там не ставим никаких задач по рекламе нашей организации мы хотим обратить внимание родителей которые обеспокоены современным состоянием школьного образования рассказать что есть реально альтернативный вариант где вы можете взять дело в свои руки и обеспечить гармоничное развитие своим детей своим детям кроме того дать возможность образовательный процесс во многих случаях не говорю что всегда сделать его и радостным и результативным когда мы с вами договорились об этой встрече я не думала и вы наверное тоже что это пройдет в такое тревожное и сложное время особенно последняя неделя у нас выдалась такой ну непростой и мой первый вопрос будет именно об этом скажите пожалуйста вот то что сейчас происходит это это чувствуют дети это все вся эта обстановка она сказывается на обучении как вы считаете можно надо ли что-то нам сейчас менять возможно стоит как-то проще относиться к учебным делам и давать детям больше свободы ну действительно когда наступают времена трудные и дети как часть всех живущих всех граждан страны маленьких и больших они ощущают то что происходит и в трудные времена мы знаем часто такой вот призыв но в каких-то конкретных очень случаях он звучит так всем надо оставаться на своих местах то есть я это понимаю так что делать лучше свое дело вот что касается непосредственно школьного образования то очень важно насколько возможно его улучшить потому что тяжести этого времени она связана с тревогами с тревогами что станет то хуже все или просто какой-то облом возникнет а школьное образование это созидательная работа поэтому все кто может на нем сосредоточиться пусть сосредотачивается и конечно ослабить требования дать больше свободы я бы сказал не надо этого делать это больше свободы мы опять упрёмся конечно философский вопрос как бы это больше свободы не превратилась произвол а вот более правильно организовать учебу сделать ее более радостной и дать ребенку понять что мы вместе с тобой делаем хорошее дело хорошие мы накапливаем знания а это такое наше семейное богатство но я какая-то одной из версий рассказала вот копить семейное богатство знаете многие дети на это всегда соглашаются они вообще любят копить чего-нибудь нужно копить семейное богатство виде образование собственного ребенка да это звучит очень вдохновляюще игорь мисич я бы хотела обратиться к вопросам родителей которые прислали они ожидая нашу встречу вот как раз продолжая тему свободно свобода я бы сказала у нас есть вопрос который начинается со слов игорь мисевич спасибо за то что вы делитесь своими секретами потому что свое колесо изобретать дольше читаю дальше ребенок третиклассник не воспринимает меня как часть школы и как домашнего педагога учителей слушает с удовольствием как но как только предлагаю выполнить дз он воспринимает штыки и от меня информацию слушает с трудом если рецепт можно ли гармонично интегрировать меня в его восприятие как часть школьного процесса мама как часть школьного процесса можно так интегрировать ну наверное мама все-таки учит сама своего ребенка это не не в школу вводит его вы учите то вообще нужно пару слов сказать что семейный образовательный процесс это до долгая мероприятие 9 месяцев любой долгий процесс он в нем получаются хорошие результаты в том случае если он сделан ритмично ну первое и безусловно никем не оспариваем преимущество образования в семье это то что ребенок может вставать тогда когда он просыпается то есть у него срабатывают биологические часы если ребенок здоров обычно это фиксированное время значит то что происходит в москве я примерно знаю потому что опрашивают наших родителей большинство мой ребенок встает до 9 утра вот московские дети можно сказать в подавляющем большинстве встают до 9 утра вот значит первая точка которую надо закрепить в этом процессе что ребенок встает хорошо его поздравить с добрым утром и если ребенка конечно расталкивают и его надо тащить куда-то особенно если в какую-нибудь престижную школу тогда расталкивать нужно чуть не в 6 утра и сказать ему с добрым утром наверное будет неправильно потому что можно в ответ получить что утром не бывает добрым когда надо идти в школу вот у детей которые обучаются на семейном образовании обычно утром доброе вот какие бывают дела утренние но обычные там у кого гимнастика идет гулять там с животными ну завтрак ну у каждого свое не будем перечислять разные варианты но через какое-то время должен наступить час икс то есть это должен быть фиксированный час надо приступить к уроку то есть одна из ошибок которую делают родители они как бы каждый день решает конкретно попозже начнем пораньше начнем вот этого делать не надо можно выработать и то что в школе есть все школы начинают определенное время кто-то ну многие там по старой памяти в 8-30 есть школы которые похоже начинают в нашей организации мы в 11 начинаем учитывая что дети встают в 9 вот значит то есть создать ритм учебы а вот эта вторая точка расписание наступает время работы это не надо обсуждать ну приходит же время работы то есть этот элемент взрослости надо придать ребенку надо начать учиться что касается того как учить ну можно занять мне сложно конечно дать совет в таком случае когда ребенок готов слушать других как мама пишет преподавателей готов слушать можно слушать вместе с ним можно задавать вопросы можно вывести на домашние задания через вопрос а смотри вот там тебе говорят то-то и то-то да это интересно а вот такой вот вопрос как ты думаешь что это как бы продолжить линию тех как видно мама пользуется видео уроками так я мне приходится предположение строить да мама отсутствует если бы присутствовал уточнил если видео уроки ну поддержать эти темы кроме того ну можно озаботиться тем чтобы связаться со школой и договориться чтобы кто-то раз ребенок обязательно через экран воспринимает чтобы там кто-то продиктовал ему домашние задания которые вам будет помогать делать ну во всяком случае раз ребенок отзывчивше на какие-то педагогические предложения значит есть основа для того чтобы эту линию продолжить дома если у мамы будут как конкретные вопросы пожалуйста через нас через наш сайт family education одним словом точка ру по форме обратной связи можно эти вопросы прислать и мы либо с ней поговорим либо я и отвечу письменно у нас еще есть одна возможность задать вам вопросы устно мы же у нас же есть очная встреча который мы планируем 9 октября в 15 часов воскресенье туда тоже можно к ней можно присоединиться она открытая и там мы как раз будем разговаривать как обучать детей ну на разных ступенях обучения она у нас привязана по моему вот эта встреча к средней да к средней школе да но если мама вдруг какая-то захочет спросить про началку я думаю что мы и ответим ответим несомненно да это встреча очная конечно всех приглашаем приходите поговорим о том к лицу сейчас кину ссылку на наш чат хорошо спасибо игорь моисеевич понятно теперь следующий вопрос вот все-таки про домашние задания можно я уточню а надо ли должны же должны ли на семейном образовании быть домашние задания и насколько они обязательны как относиться если ребенок не хочет их делать ну само само понятие домашнее задание оно же пришло из школы ну вот когда мы учили своих детей они вообще в школу не ходили и речь шла о том что это просто учеба учеба состоит вот из того что мы с тобой если начальная школа мы вместе с тобой читаем учебник или я тебе рассказываю это учеба вот само по себе противопоставление домашнего и чего и классные работы это же взято опять из чуждого мира мы вышли даже закон говорит семейное образование ну не только с точки зрения юридической но и фактической она происходит не школа она реально происходит в семье вот поэтому нам ну нам во всяком случае никаких проблем не представляла вот ни с третьим ни с четвертым ребенком садиться и делать то есть пришло время работать ну мама работает папа работает ходит на работу или занимаются там по домашней домашнюю работу выполняет ты делаешь свою работу уйти от этой как бы домашнее задание это противопоставление я повторюсь классному заданию и несет в себе какую-то необязательность вот кто-то услышал ответ на свой вопрос значит надо просто брать и учиться конечно не надо и смотрите вот мы они сами всячески ушли от школьных категорий вот в нашей организации нету а б в а у нас там девять один девять два девять три или там один три там и так далее наши уроки они не уроки а это консультации почему потому что родители учат дома своих детей и у них там нет домашних заданий а есть просто учеба дома вот если эту линию как-то внутренне внутри себя развернуть вы просто получите автоматический ответ исключая само понятие домашнее задание ну вот как-то так могу ответить спрашивайте еще если я не ответил я просто я так понимаю что поскольку есть дистанционное обучение у меня кстати там дальше про это какой-то вопрос я тоже планировал то возникает вопрос домашними заданиями есть дети которые учатся дистанционно тогда может быть просто хочу пояснить откуда этот вопрос и у них то есть домашние задания получается и получается что с одной стороны ты сам учишься дома да еще у тебя онлайн обучение может быть если есть онлайн обучение то и не нужно то нужно ориентироваться на него ну я скажу как у нас устроено значит в начальной школе мы уже несколько лет как отказались от домашних заданий то есть к нам родители приходят один раз в неделю а основная потребность в этом посещении она у детей они хотят как все люди видеть себе подобных хочу обратить внимание для детей себе подобные это как правило круг привязанных их возрастом вот там особенно это видно в школе там пятиклассники с семиклассниками не общаются семиклассники не хотят для них это как бы уже снижение их статуса в общении вот значит наши группы вот где мы встречаемся в начальной школе они приходят раз в неделю и очень счастливы увидеть это просто мы видим напрямую видеть себе подобных они там гуляют вместе и обедают ну и плюс мы смотрим что сделано в течение недели и даем если родители нуждаются со стороны наших консультантов даем советы а все наши родители дают домашние задания и подбирают учебники сами и мы пришли к этому варианту потому что мы увидели что родители это делают лучше чем это будем делать мы гоняя их под какие-то свои представления то есть наши родители сумели оторваться от шаблонов школы или вот шаблонов вообще эти шаблоны как только появляется ваш крохотный ребенок у него сразу появляется система оценок вот по абгару он такой сякой вот тогда-то он должен сесть тогда-то пойти потом еще что-то он должен вот а потом он пошел в школу он опять чего-то такое должен вот так вот не надо отдавать своего ребенка вот мерить его все время какими-то стандартными шкалами а просто видеть в нем вот этого как я говорю надо особенно в начальной школе идти вслед за своим пониманием ребенка это я говорю мамам в основном которые его хорошо понимают вот и вести его за ручку вот такое противоречивое несколько пожеланий вот идти вслед и вести за ручку тогда получится то что надо ну вот так хорошо а вот скажите Игорь Моисеевич отличается ли чем-то обучение в начальной школе от обучения в средней школе принципиально отличается существует все-таки не очень полезной но все-таки важная и и кое в чем полезная такая наука как возрастная психология и кроме того сам по себе образовательный процесс он же делится на ступени потому что удалось все-таки сформулировать цели каждой ступени в начальной школе есть в гос начальной школе он вот последнее время как-то был доработан не видит таких общих высказываний и всяких пожеланий на уровне ну конечно там такого не было но чтобы пояснить общее направление будьте внимательны сосредоточены добры и так далее а в виде определенной конкретики он был сформулирован тем не менее стандарт начальной школы его можно сформулировать в нескольких словах он называется научить читать считать и писать я говорю как как дышать потому что это психофизические навыки собственно это нацелена начальная школа разворачивается она так сказать на таком материале или на другом но подход к выработке вот этих ну там по науке они называются психофизические а психомоторные навыки вот этого письма счета и чтения очень важно при этом иметь в виду что мы на что мы опираемся в этом процессе и что мы не должны повредить ребенок это существо которое растет это все знают что если вдруг ребенок не растет все побегут к эндокринологу самые равнодушные родители будут искать способ как добавить обязательные сантиметры к его росту и обязательные килограммы к его весу а если ребенок а вторая часть ребенок познает особенно есть отдельная часть о которой мне хочется сказать почему-то она проходит мимо внимания родителей называется это развитие речи отвечу вот олесь спрашивает сколько времени надо заниматься с ребенком начальной школе отвечу чуть позже развитие речи мы же знаем вот ребенок ему 7 лет у него хорошо говорит не умеет писать речь тоже разделяется на письменную и устную вот а потом этот ребенок станет там 20-летним взрослым человеком у него будет другая речь называется речь взрослого человека что с ним произошло у него произошло развитие речи вовсе не потому что он занимался в школе и потому что он в какой-то момент стал знать что же ши пиши через и что перед что надо ставить запятую и так далее в него вложена вот это вот энергия развития речи и вот эти понятия дисграфия дислексия они фиксируют те нарушения которые там происходили так вот первая часть развития речи в начальной школе она очень важная там вот учат писать учат читать или уже ребенок приходит готовым некоторые сами дети научились уже читать и даже писать бывают и такие а у кого-то задержки это важный элемент развития но в основном он привязан к начальной школе значит кроме развития речи есть основа обучения она называется вот это мы говорим ребенок растет и познает то есть мы это называем естественный интерес к познанию мира то есть если ребенка вы вообще ничего не будете учить запрете его допустим какие жестокие родители находились но я не советую никому такой опыт эксперимент ставится запрете его на год какой-нибудь своей отдельной комнате все равно через год он будет больше знать и прежде всего вас тех с кем он общается и думать о том как чтобы вырваться из этого плена и найдет какие-то возможно условия вот так что начальная школа кардинально отличается еще одним она отличается в начальной школе фактически я не встречал фактически потому что особые случаи были чтобы ребенок мог это просто природные данные были но ребенок не может сам учиться его нужно вести по учебникам большинство детей нужно предлагать некоторое русло вот этого учебного процесса а вот в средней школе и мы это по опыту убедились и цель такую ставим что в средней школе уже можно научить ребенка самостоятельно учиться для меня вот это такое кардинальное различие и хочу только подчеркнуть что школу не ставит такой задачи школу ставит задачу прохождение программ а научить ребенка чтобы он мог обходиться без школы то есть сам умел учиться школу школу как-то на это очень я вам сказал косо смотрит я отвечу коротенько ну вот принципиальные моменты могу повторить что есть принципиальные отличия кроме того надо можно уже не хочется так длинно говорить но пятый класс допустим вот в основном это он еще тяготеет в начальной школе в шестом классе там начинаются особенности связанные с тем что дети девочки вдруг начинают быть ростом больше мальчиков и это тоже накладывает отпечаток на учебный процесс но есть много особенностей и их стоит знать понимать и учитывать в образовательном процессе сколько надо заниматься в начальной школе значит первый второй класс от часа до полутора час для быстрых детей полтора для медленных ну там максимум два часа в третьем четвертом классе это я просто говорю статистику которая за эти 30 лет у нас набралось что школьная программа в основном детьми осваивается в такие при таком уровне занятий и большая проблема представляет как раз гармонично занять свободное время нежели справляться со школьные со школьными трудностями у меня все в чате там есть еще вопросы мы если уже начали отвечать может быть тогда я могу прочесть потому что в принципе чтобы всем было слышно тем более у нас тогда я по порядку читаю следующий вопрос от екатерины как ориентироваться на ребенка если в образовании есть свои стандарты и если ребенок хотя бы на промежуточных аттестациях системе то он должен соответствовать хотя бы минимуму опустим русский математику есть например английский который может вообще не даваться ребенку но норму сдавать надо ну первое и самое важное если вас так беспокоит промежуточные аттестации а промежуточные я хочу это вполне такой и публицистический и юридический термин это аттестации за очередной класс значит по закону те кто находится не на заочном обучении а действительно на семейном образовании вы можете по закону до 9 класса не проходить промежуточные аттестации такие люди есть их немного вот они приходят девятом классе сдают по федеральному списку все предметы за девятый класс это является допуском ОГЭ сдают экзамен и получают аттестат за среднюю школу который является допуском к последующему либо среднему профессиональному образованию либо обучению в десятом одиннадцатом классе то есть от промежуточных аттестаций можно уйти или пользоваться ими частично опять закон разрешает родителям но повторяю только находящимся реально на семейной форме образования выходить на аттестацию по отдельному предмету по нескольким предметам или по всему кругу предметов за какую-то параллель там за пятый класс за седьмой класс ну и последняя ступень за которую именно надо это и вменено в обязанность родителям давать вот это среднее образование в девятом придется все равно прийти и сдать за все предметы повторяя только девятого класса не надо будет давать за восьмой седьмой и так далее вот значит беря дело в свои руки все-таки для вас самым главным вопросом является так мне представляется вполне естественно все-таки развитие вашего ребенка а не вопрос отчетности перед школой все-таки надо ясно расставить акценты для вас важно как ваш ребенок развивается ну мне приходится часто напоминать некоторую совсем очевидную вещь что все-таки дети живущие благополучных условиях то есть когда у них есть папа и мама и место где жить вот они инстинктивно рассчитывают на счастливое детство поэтому я думаю что все-таки счастливое детство это дело номер один вот потом здоровье а потом уже образование и слишком себя слишком беспокоиться о промежуточных аттестациях я бы не стал кроме того вы как раз вот имеете возможность беря дело в свои руки не идет английский сейчас ну а он может быть у него какие-то задержки вот как раз в развитии речи он может пойти через год или через два вот как это обеспечить во взаимоотношениях со школой ну я могу сказать по практике многие люди находят выход можно я добавлю ведь если раньше это действительно родители очень опасались что школа потом не захочет такого ребенка в девятом классе на угэ принять то сейчас я уже обратила внимание что на сайтах многих крупных школ которые оказывают услуги по аттестациям есть такая даже услуга сдача аттестации за 9 класс то есть за то есть без предыдущих классов можно заплатить там 7 или 8 тысяч и сдать эту аттестацию получается не не сдавая как игорь мусевич сказал за предыдущие классы сейчас к этому школу относятся уже гораздо более лояльно если раньше эту форму было страшновато применять использовать вот это вот без аттестации то теперь это становится но встречается чаще на мой взгляд следующий вопрос светлана да игорь мусевич у меня тут следующий вопрос от мамы я его прочту он у нас пришел на к нам в чат когда мы готовились ко встрече как организовать обучение ребенка если для него люди в процессе обучения важны важна личность преподавателя в нашем формате где 30 40 50 учеников на уроке учитель работает с двумя тремя активными остальные по боку вот тут я не очень поняла ведь мы же сейчас вроде общаемся с родителями у кого дети на заочке ну давайте я дочитаю нет личной заинтересованность заинтересованности преподавателя и не может быть при таком количестве я понимаю и все-таки мотивация изучать что-либо тает как быть сыну 14 лет восьмой класс мою помощь часто отвергает может быть это мама сейчас с нами присутствует она может быть пояснит насчет того что что это такие форматы где 50 учеников на уроке ну на на это вот если слушать вопрос как он есть ответ очень простой если вы хотите и имеете возможность предложить нечто лучшее то есть учебу дома уходите из школы занимайтесь семейным образованием раз не устраивает то есть есть у мамы есть понимание что классно урочная система она самого лучшего педагога ставит положение когда он вынужден класс пускай он там будет не 50 и не 30 а даже вот минимальная наполняемость она это 25 человек все равно любой преподаватель делит на сильных средних и слабых то есть делает один очень важный шаг он обезличивает тех детей ставя их в группу эта группа середняков значит такая альтернатива альтернатива является топ семейное образование где мы я говорю вот родители обучающие своих детей в семье осуществляем личностно ориентированное обучение вот если такая возможность у мамы в восьмом классе есть то ей вот видно что у нее назрела критика системы вопрос только в одном готова ли она дело взять в свои руки с помощью есть сейчас уже разные там семейные школы организации которые готовы поделиться опытом и при этом в любом случае она получает существенно больше свободы в образовательном процессе и больше личного влияния на ее ребенка в области образования она вот написала нам в чате она здесь с нами что проблемы оказывается в дистанционных урок это онлайн уроки когда материал когда материал плохо усваивается учитель ориентируется на двух-трех активных учеников остальные за кадром среди мой сын когда пробую сыном читать учебник он закрывается сопротивляется меня воспринимать в качестве учителя плохо что делать иногда руки опускаются очень понятно это же подросток я в это время отстала от ребенка полностью смирилась что она будет дворником хорошо ну давайте не будем смиряться на такую печальную перспективу отвечу мы собственно поддерживаем вот эту нашу организацию именно потому сейчас одну секундочку мне надо зарядить поставить зарядку значит валюш в том шкафу в нижнем правом ящике лежит моя зарядка а то я отключусь совсем если валентин не найдет я на минуточку прерву это не хотелось бы значит у нас мы поддерживаем родителям которые не могут самостоятельно так же как мы с Валентиной Григорьевной своих детей обучить от первого до последнего класса до одиннадцатого по всем предметам у нас это получилось как-то вот очень хорошо и поэтому мы собственно стали делиться нашим опытом все я с вами и техника говорит что она не будет этому препятствовать нужно маме подыскать группу куда ребенок будет ходить он увидит как учатся такие же как он вот у нас там с пятого по восьмой классов нашей организации дети приходят к нам два раза в неделю на полный день то есть с одиннадцати до половины седьмого математика русский и английский у нас там два раза в неделю остальные предметы один раз в неделю и мы с родителями делаем это общее дело обеспечиваем образование детей при коротких сравнительно с пятидневкой посещениях и небольшой педагогической поддержкой и правильной организации работы дома это можно сделать хотя чем позже родители похватываются тем просто дольше срок адаптации все эти задачи решаются в большинстве случаев я не могу сказать что стопроцентно надо быть последовательным доброжелательным понимать ребенка а не быть только им недовольным и школой недовольным не забывайте про себя что мы родители оказываем очень большое влияние на их будущую судьбу и в том числе на образование проблемы эти решаются но каждый раз они естественно решаются конкретно вот пока все что могу сказать по этому вопросу и сразу вопрос по какому адресу учатся дети два раза в неделю может быть мы доедем живем в Подольске да из Подольска к нам ездят мы в районе Беляева расположены это кстати хорошая возможность познакомиться поближе это прийти очно и посмотреть как все это происходит посмотреть что за класс и как построен учебный процесс вы имеете в виду 9 октября да да 9 октября все равно это наверняка будет ну в вашем центре да ну мы еще окончательно не решали окончательно не решили да пожалуйста еще да так смотрю остались ли вопросы от родителей у нас да там что-то висят три вопроса еще в чате по какому адресу это да это нет это все это остальное все мы ответили да вот еще вопрос что если ребенок мы немножко коснулись дистанционного обучения вопрос такой ребенок в принципе устает от онлайн формата чем заменить репетитора по каждому предмету не наймешь нет таких денег хочу сказать что онлайн обучение оно было насильственно как-то введено в жизнь учеников в двадцатом году в связи с коронавирусом значит само это введение было сделано вопреки закону вот действующий закон он говорит что доты дистанционные образовательные технологии они используются согласие обучающего или его законного представителя то есть а в данном случае произошла такая история что это было сделано принудительно значит могу сказать что в этом вот прошедшем учебном году эта беда была достаточно ясно обозначена в результатах сдачи ОГЭ по математике в этом году во многих школах Москвы то что я знаю достоверно получили до половины двоек по математике в школах которых таких результатов никогда в жизни не было приходит там одна школа в начале три класса девятых и четыре двойки потом мы сами живем на юге знакомые у них девочка в девятом классе и она тоже была среди получивших двойку говорит у нас тоже три класса у нас 47 только двойки вот это какие-то ужасающие результаты не соответствующие ничему в одной из школ был проведен анализ и замдиректора есть теперь такая должность по качеству образования в прошлом учительницы математики их школа тоже была потрясена этими результатами она высказала такую мысль что эти дети 22 года сдававшие ОГЭ в двадцатом году они у них как раз была математика разделилась на геометрию и алгебру и вот это дистанционное обучение оно подорвало основы обучения математики и из-за этого получились такие печальные результаты математика критический предмет в части сдачи экзамена потому что это предмет накопительный что значит накопительный если мы в третьем классе ребенок не выучили таблицу умножения он будет все оставшиеся годы спотыкаться о неумении считать если он там в пятом классе не освоил сложение вычитание и другие арифты и деление умножения дробей будет все время спотыкаться в шестом не научился выносить за скобки множители или раскрывать скобки опять а седьмой класс это как раз в виде основы основы геометрия и основы алгебры они и так нелегко даются и будучи переведены принудительным и фактически неподготовленным образом на дистанционку получились вот такие ужасные люди теперь конкретно вот мое мнение по поводу дистанционного обучения уже мама одна упоминала не будем доказывать но есть такое очень большое вот по поговорке дети любят не предмет а любят учителя так вот дистанционно полюбить учителя практически не удается вот это невербальное общение которое возникает между учителем и учеником оно не передается через экран в основном может быть есть какие-то исключительные случаи но они существуют как исключение более того я увидел такую еще некоторые педагоги начинают говорить я теперь занимаюсь только дистанционно я говорю а почему они объясняют а мне не хочется тратить время лишнее время на разъезды ага думаю то есть вы решаете свои задачи педагог честно сознал что это не на пользу ребенка а просто ему так удобно значит коротко говоря можно еще там более подробно критиковать но дистанционное обучение конечно эффективно бывает только для взрослых мотивированных людей когда люди понимают что конкретно и знают что они хотят взять какую задачу они решают но обучаться дистанционно систематически мы очевидным образом получим худший результат нежели то что то же самое мы бы делали в очном формате хотя бы в каких-то объемах очно встречаясь встречаясь учитель и даже такая яркая вещь которая говорит ох у меня сегодня группа замечательно у них глазки горели так вот горение глаз через экран тоже не передается то есть подвести практическую черту не надейтесь получить максимум для вашего ребенка если он занимается особенно если это средняя или младшая ступень только лишь дистанционно что вы сами можете сделать это заменить сами учитель если вы полноценный участник его образования то можно будет лично воспользоваться какими-то удачными там видео уроками какой-то дистанционкой какое-то дополнение которое вы считаете и видите что она очевидно полезна ну тогда получается что без репетитора не обойтись ну допустим математику уже невозможно самому освоить эти суждения вот мама пишет в четвертом классе мальчик занимается учитель супер согласен я же не говорю что это всегда плохо не надо путать общие закономерности и частные результаты да ну вот я вам могу сказать я вот говорил что ребенок не может сам учиться у нас была девочка ее привели все ей было семь лет она с двух лет сама читала она за год когда я стала восемь она уже была готова учиться в пятом классе ну мы же не можем это предложить как норму для обучения да у вас может быть какой-то учитель кто-то может там вот у нас тоже была девочка которая школу закончила в тринадцать лет ну она просто ученый человек была по природе своей очень может быть что все наши когда не было еще дистанционного обучения и возможно все наши учительские усилия ей мало чего дали она спокойно сидя дома все бы это тоже выучила это особый случай для большинства детей влияние доброжелательного и требовательного учителя является очень положительным фактором в продвижении учебы слушаю да тут в чате тоже ну как раз пишут про личный фактор про то как важна роль учителя и видимо надо искать такого учителя если ну если в школе его нет все таки еще раз надо искать учителя ну надо искать учителя ну вот который личный фактор очень важен учитель который нравится ребенку и приходится его искать если допустим ты учишься дома а предметы сам освоить не можешь да и так и вот мама пишет что вот в школе было тяжело вот началось онлайн обучение и многие проблемы кончились ну прекрасно надо посмотреть получится ли дальше может быть снялось снялось напряжение которое возникало в школе и сейчас стало легко посмотреть какой будет еще результат вот я просто увидел сейчас в чате пришло вот какой будет результат и это отдельная история вот хочу обратить внимание поскольку здесь люди в основном взявшие обучение детей в свои руки что одно дело обучение и другое совсем дело подготовка к экзамену вот я сам тоже детям говорю когда готовлю к математике профиль говорю учеба кончилась мы теперь готовимся к трудному экзамену вот я не ваш учитель я ваш тренер который поможет вам выжить максимум баллов потому что экзамен это борьба за баллы как это не печально ну может не вдохновляюще не то что печально не вдохновляюще но эти баллы они определяют дальнейшую судьбу студента в каком он вузе будет учиться и насколько этот вуз будет соответствовать его склонности идем дальше вот вопросы от родителей у нас мы закончили с этими вопросами может быть кто-то сейчас захочет задать еще пишите тогда в чат а у меня есть еще один вопрос но он касается ну что же такое ближе так можно я его вообще приготовила как завершающий но поскольку сейчас у нас нет вопросов уже я бы я его задам возможно мы тогда и посмотрим как у нас пойдет дальше возможно все вопросы уже исчерпаны вопрос такой Игорь Моисеевич как вы считаете семейное образование в России уже нельзя отменить потому что периодически когда начинаются какие-то тяжелые события то у всех возникает страх а вдруг запретят или вдруг ограничат и как же мы тогда будем как вы считаете эти слова страхи обоснованы я отвечу семейное образование было разрешено в 1992 году тогда вышел первый закон об образовании в Российской Федерации то есть это 30 лет назад довольно много времени ну так лет примерно 5-10 закон вообще не влиял ни на что все равно семейное образование ну вот только такие уникальные люди вроде нас очень обрадовались сказали во закон на нашей стороне мы теперь будем себя чувствовать не людьми которые слишком уж обгоняют время ну по крайней мере людьми легитимными вот хотя все нас все равно воспринимали как каких-то чудаков в 90-е годы практически не было людей очень мало было кто самостоятельно обучал своих детей семье потом потихонечку в основном по негативным причинам вот мы с 91-го года сотрудничали с одной школой вот и там получали как мы их называли подарки школы то есть была угроза того что мальчика отчислят но мама вот там обещала что она обязательно займется своим ребенком и тогда этого ребенка передавали на семейное образование и мы помогали учить ну вот чем всякие трудные такие дети вот потихоньку когда стало распространять семейное образование вместе с ним все 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 годы присутствовал страх что семейное образование отменят я первые пять лет послушал а потом уже я отвечал я слушал пять лет назад потом десять пятнадцать лет назад но сейчас я могу определенно сказать никаких кто может никаких причин политических называем отменять семейное образование ну за исключением идеологических причин нет потому что мы видим что государству вот такой формат образования который сложился в предыдущие десятилетия он отяготителен мы видим всякого рода попытки переводить те или иные части образовательного процесса в платную область так что с этой точки зрения родители которые берут образование детей на себя они можно сказать прямо даже без приказа фактически со стороны государства просто выполняют государственную задачу поэтому мне видится что сейчас беспокоиться не стоит вот так ответим да это хорошо это это очень позитивный такое настраивает на правильный лад нас и можно еще в заключение тут вот кстати в чате вопрос хотел в заключение но я вижу что в чате есть вопрос сначала тогда его дочь во втором классе две младшие сестрички у них основная деятельность игровая старшая смотрит на них и ей тоже хочется играть тяжело на учебу переключить когда рядом играют что посоветуете ну к вам как к психологу Игорь Моисеевич сегодня обращаются родители я не знаю нет ну просто это действительно я так не различаю я вам могу сказать по своему опыту что у нас когда начинают родители учить своего ребенка а потом через два года или три года приводят младшего оказывается младший существенно более продвинутый чем старший которого они вначале привели я спрашиваю а как дело происходило ну этот учился а этот сидел поблизости играл там можно сказать под столом на котором через занятия он слушал как идут уроки вот вот такая история поэтому но очень важно по практическом отношении это очень важная вещь нужно отделять учебу как важный важная часть жизни вот этот час во втором классе освобождать от воздействия младших у нас была такая семья у них было шестеро детей и жили они в однокомнатной квартире почему у меня на первичной консультации всегда есть вопросы о том в какой квартире вы живете мы их специально посетили хотели узнать а как они умудряются учить старшую девочку когда есть еще пять младших и это самое как вообще можно учиться в таких условиях но всегда есть какой-то тайный так сказать тайная дверь которая открывает вот в данном случае была бабушка которая уводила их все гулять вот а мама занималась небольшой потому что девочка уже была та в каком-то классе средней школы она ее направляла и после этого выходила помогать гулять бабушке и возвращалась эпизодически помогала дочери вот но то что я даю совет родителям должно быть рабочее место это рабочее место должно должны в безопасности содержаться тетрадки учащегося потому что дети особенно в начальной школе очень обижаются младших которые повредят эти тетрадки или что-нибудь там начерикают вот то есть фактически перечеркнут результаты отделять надо младших от старших на момент учебы вот все поняли Игорь Манисеевич все ваши дети учились на семейном обучении нет старшие девочки у нас две девочки старшие нет они учились в обычных школах вот ну ходили не очень часто там по разным причинам а начали мы учить вот мальчика в восемь шестом году ему было семь лет вот мы его стали учить в семье и там четвертую девочку тоже она соответственно ей семь лет было уже в восемьдесят восьмом году и мы их обучили от первого до последнего класса потому что ну восемь шестой год это СССР по законам того времени родители обязаны были отдавать ребенку в школу а тех кто не отдавал в школу могли лишить родительских правов ну мы начали в СССР по той причине что уже готовился я знаю новый закон который более лояльно бы относился к экстернату как мы предполагали и поэтому мы решили и оказалось да что раньше это представляло какую-то большую опасность а тогда мы вовремя начали но могу сказать что не было из нашего окружения там ни родственников ни знакомых кто бы поддержал вот эту идею как хорошую это воспринималось как какой-то ну большинство даже не находило слов ну из ближнего круга ругаться на нас никто не хотел вот но поддержать никто нас не поддерживал Времена а ваши дети тоже выбрали для своих детей семейное образование абсолютно у нас девять внуков и все школьного возраста и все школьного возраста учатся на такой форме образования причем не потому что это какая-то идеологическая семейная установка пробовали пробовала вот дочка младшая и разные школы и она убедилась что школьная система действительно для ее детей дает худшие результаты нежели те которые она может дать им сама у нее трое детей вот старшая закончила она все 11 лет проучилась на семейной форме с мальчиком она и в частной школе у него учила на заочном обучении пробовала она такой ищущий человек ей хочется она не останавливается на достигнутом вот и пыталась найти какой-то еще лучший вариант чем ну ее поиски привели к тому что этот и есть самый лучший поэтому девочка которая вот сейчас третья первоклассница она ее тоже учит так что все все тут в общем вы убедились уже все вся ваша практика убеждает что это этот способ обучения наиболее эффективным в определенных условиях да когда там нет ну мы же знаем что такие вот вещи которые идут вразрез таким социальным трендом они могут расколоть семью и в нашем опыте такое было что вот мама и на наш взгляд правильно там дети были у нее возможности были она несколько лет учила двух мальчиков своих они там ну не погодки два года разница в учебе она справлялась хорошо ну просто вся семья восстала и она два года войны этой выдержала потом отдала детей в школу вот так что есть более высокие ну большие ценности чем просто образование детей просто мир в семье бывает порой важнее чем чем вот благополучные результаты образования своего ребенка можно тогда Валентина Григорьевна мы не услышали что она говорит Валентина Григорьевна сказал говорит бывает семья когда лучше бежать в школу у меня такой случай был ну да к сожалению ну коротенько могу рассказать там пригласили вот пришли в ту семью пригласили нас что вот может быть лучше учиться дома и я увидел что там очень авторитарная мама я говорю нет они хотели просто к нам попасть вот я сказал нет я вижу что вашему ребенку лучше идти в школу и скажу вам прямо он там хоть немножко отдохнет от вас ничего себе и как мама восприняла такую такой ответ ну нормально знаете когда прямота вот как то соответствует правде она вот срабатывает вот они его отдали в школу я думала что она как бы переосмыслит свою свою позицию и убедит вас в том что она будет не такой авторитарной ну я на обещание не очень реагирую я знаю даже как там мы поймем понятно поймем что мы вот что должны в себе исправить на это нужно много времени ну да в чате вопрос который я думаю наверное завершающий как вы совмещали работу и обучение детей вы ведь совмещали? тут наверное очень помогает то что вы были вместе вместе с Валентином Григорьевым Несомненно практически у нас было так ой Игорь Моисеевич я плохо слышу я не могу понять что случилось да ну я вас очень хорошо слышу вот сейчас хорошо да ну я просто опишу как у нас дело обстояло значит ну вы же понимаете на нас было очень в начале вот в общем шестой год очень большое давление нам пришлось из Москвы ехать и мои заботы основные были это заботы по обеспечению так сказать безопасности обучения дома то есть уехать из Москвы снять дом и чтоб никто на это не реагировал там вступать значит в суровые отношения со школами потому что мы тогда не знали что можно не аттестовываться и тогда закон не было такого даже в голову не приходило что можно не прийти только в девятом классе что с младшей дочкой уже мы как раз осуществили вот а Валентина Григорьевна учила детей и каким-то вот чудом оказалось что она может учить по всем предметам вот ну как когда надо было я в это вступался и тоже научил математике в основном а Валентин учил просто по всем предметам и у нее какой-то вот а потом да у нас еще нам очень повезло что наш мальчик в пятом классе сказал мне когда мы уезжали да Валентина работала у нее присутственные дни были там это связано с машиной там понедельник и среда а остальные дни она могла работать дома поэтому и совмещать это с работой там вот человек про это спрашивает нет самое важное было конечно то что мы были вместе то что у нас еще было двое старших детей и дети у нас между первым и вторым пять лет а между вторым и третьим шесть лет то есть они были реальными помощниками и по домашнему хозяйству и при необходимости по обучению детей то есть вот у нас такая специфика была в семье и вот сумма вот этих факторов и и я считаю что одним из самых важных факторов было то что вот у Валентины Григорьевны это редкая такая особенность была потому что мальчика было ее учить легко а с девочкой были определенные трудности вот с формальными предметами тем не менее у Валентины Григорьевны такая особенность педагогическая оказалась она умела вдохновлять вот все говорят хороший учитель который объясняет хорошо нет который вдохновляет это еще лучше вот так нам вот благодаря сумме этих факторов нам удалось обучить третьего и четвертого ребенка вот первого до одиннадцатого класса по всем предметам кроме языков которые есть да языки они выучили сами да я думала что это очень хорошо что сами тем более сейчас тем более это возможно здорово что Игорь Моисеевич Валентина Григорьевна спасибо большое за то что вы согласились с нами встретиться и я понимаю что мы так я вижу еще один вопрос уже хотела попрощаться можно еще последний вопрос Игорь Моисеевич время есть давайте да последний наверное как как правильно структурировать расписание на день неделю второй класс у ребенка ну вы немножко коснулись этой темы расписание второго класса ну вот я уже в начале говорил что нужно чуть-чуть ну или давай вместе посидим в экране вот есть три закрепленные точки в расписании это подъем в определенное время начало занятия в определенное время третья точка я о ней не говорил она достаточно такая серьезная это обед обед тоже должен быть в определенное время он делит день на первую половину и вторую вот дальше нормальная жизнь в большом городе мы в основном с городскими жителями делаем она должна строиться по расписанию во всяком случае не то что строится но расписание то есть вот продуманность того когда вести когда заниматься искусством когда заниматься спортом сколько времени потратить на занятия когда когда да когда и на развлечения когда какие предметы должен делать ребенок это все вопросы для взрослого человека вот они все решаемые можно обратиться за помощью спросить как кто-то делает расписание нужно знаете как правило дорожного движения они разумны мы их не всегда соблюдаем иногда сознательно даже идем на какие-то нарушения или по обстоятельствам жизни это другое дело но они нас по крайней мере возвращают в разумное русло вот наверное все а то опять еще какой-то вопрос до того же ну по поводу нашей очной встречи девятого те кто в москве конечно на все вопросы ответить невозможно но у тех кто в москве есть возможность все-таки еще поговорить немножко на эту важную тему познакомиться встретиться пообщаться с собой ну между собой с Игорем Моисеевичем Валентина Григорьевна спасибо всем большое за участие я хотел сказать что часто в вопросах родителей звучат вот тревоги а как сдавать промежутки а как там взаимодействовать со школой или как там вот построить личные отношения с ребенком я могу сказать знаете есть разные радости в жизни ну всех у нас там допустим еда является жизненно важной необходимой частью но это все-таки удовольствие в жизни так вот я хочу напомнить что учить своих детей для надо не забывать это большая радость которой можно пользоваться можно не пользоваться но во всяком случае это надо делать всегда ну с какой-то радостью с пониманием того когда вы садитесь рядом с ребенком вот чувствовать какой ты прекрасный мальчик или какая ты прекрасная девочка пусть это звучит в вашей душе и вы с радостью занимаетесь этим прекрасным и счастливым в общем делом в этой жизни всего-всего хорошего встретимся очно если кто пожелает кто хочет пишите нам на сайт вопросы мы дали ссылку но она сохранится в записи и там много благодарности вы видите всем хорошего вечера